Кавказ Я бы хотела сейчас поздравить нашего юбиляра, книги которого действительно читают везде. Ну, во-первых, начнем с того, что, конечно, ваша книга, которая вышла в 1995 году, она произвела, это уже сегодня третий раз произносится, взорвала историческую науку. На самом деле, ярко выяв ее подчиненность и зависимость от господствующих политико-религиозных тенденций. Но эта книга, кроме того, взорвала и всю культурно-интеллектуальную сферу нашего общества. И она показала еще раз, что не все так спокойно в Датском королевстве. Но с отделением тюркских республик, спора о прошлом тюрков, о современном положении народа, относительно своей принадлежности к тюркскому поэтносу, о своем будущем, с кем, с чем нас связывают, это все вызывало нешуточные, порой яростные споры, переходящие в политическую полемику. Ну и эта полемика фактически продолжается до сих пор, потому что даже это была одна книга, она была бы, так сказать, читаема до сих пор. Но автор продолжал свой титанический труд, и в течение восьми лет, по-моему, он издал 12 произведений, по всей виду, ну, наверное, освятив как бы наиболее такие больные, или, как бы сказать, наиболее загадочные места в своей теории. И мир тюрков, поистине, это действительно уже как бы перебившийся такой термин, вот, он, конечно, велик. И если удержаться вот в более узком таком историческом, географическом контексте, то вот я могу привести курьезный пример. Курьезный пример тюркского исторического марша. Вот с берегов Енисея они прошли через через Азиатский континент, прошли по Европе и остановились из Средиземного моря, потому что, как говорится, дальше шла вода, дальше было идти некуда. Они остановились в райском благодатном месте, называемом нынче Турцией. И вот моя дочь, она работала в одном турецком концерне, такие, ну, высокие служебные партнеры. Их имена были такие. Одного звали Атилла, второго звали Тимучин, а третьего звали Бату. Вот, представляете, вот, что, как турки помнят, ценят, и как они трепетно относятся к своему прошлому, к своей связи. Уважаемый Моад Искандерович, он привлек колоссальный совершенно фактографический массив и поверкшел вообще с тех традиционалистов, которым казалась абсолютно незыблемая картина мира. Вот, и эффект усилился от того, что в своих исследованиях автор использовал только открытые, открытые, лежащие буквально на поверхности первоисточники, в которых родились сотни, или тысячи лет. Они хранились на востоке, на западе. Их никто не читал, их никто не вдумывался в них. И не успел переписать их, как бы, в угоду каких-то политических коллизий. Вот, и вот таким образом получается, что автор уважаемый, он предусмотрительно обезопасил себя от любых обвинений, выскажения каких-то фактов, приводя источники европейские, российские, арабские, китайские, исторические хроники и так далее. Использовал более тысячи, более полутора тысячи источников. Вот, и еще я хочу сказать, может быть, это такая спирологическая шутка, а может быть и правда. Но говорят, что как минимум 50% вот секретных сведений, на самом деле, содержатся в открытой прессе, в научных исследователях и в других носителях информации и в новой, и сейчас на самом-то деле. То есть, если есть желание увидеть истину, но на самом-то деле главное желание это все-таки услышать истину. Вот. Ну, юбилей, конечно, не место для дискуссий, но хотелось бы сказать, что, конечно, это невозможно причастать всех под одну гребенку. Громадные, громадные два континента, что надо, как бы сказать. И мы, конечно, разные по вере по своей. Мы разные по своим производственным силам государства, в котором мы проживаем. В некоторых случаях незнеримы, незнеримы далеки даже по социальной формации, собственно, на самом деле. И вот и задача тюркской интеллигенции, то есть я считаю, что все интеллигенции думающих людей всего тюркского мира, в том, чтобы в разных концах его, вот в рамках нынешних неотдалимых вызовов современной истории, сохранить дух гордости и принадлежности к нашим этносам. И в заключение я хочу выразить вам, Мурат Искандерович, вот свое глубочайшее признание за ваш титанический труд, потому что я сама занимаюсь наукой, в общем, я представляю, что это такое. И я хочу сказать, что вот истовая любовь к тюркам, мечта объединить их духовность, вот вызывает, конечно, уважение и желание приобщиться к этому тоже. Спасибо большое. Уважаемый Мурат Искандерович, уважаемые гости. Если сегодня, я думаю, вечер идет к завершению, в обобщенном плане мы можем выделить такие ключевые слова, как «20 лет», «Кингисхан», «Кингеринянство» и многие другие. Я сегодня, читая лекции перед студентами, хочу особо сказать, что именно в том числе и ваши работы дают возможность мне более открыто говорить о тюркской культуре молодежи. И мне кажется, сегодня, когда выступала молодая делегация из Якутии, то я хочу сказать, я сама только прилетела из Якутии, кингеринянство сегодня, концепты, методология в руках молодых, готовятся большие диссертации. И я считаю, что в этом есть тоже своего рода межпоколенческая связь. И я еще хотела бы заострить ваше внимание, как политолог. Вы знаете, а на это я имею, наверное, моральное право, я все-таки 10 лет была руководителем аппарата Комитета Госдумы по делам национальности. Вы знаете, то, что сегодня президент стороны возглавляет комиссию по межридническим отношениям, то, что у нас сегодня утверждено указом президента «Стратегия государства национальной политики» до 2025 года, это говорит о том, я обращаюсь к молодым, вот то, что сегодня старшее поколение в трудностях, в поисках, в каких-то терзаниях научных, вывело вот именно многие проблемы, в том числе и кюркской цивилизации, я думаю, сегодня, вот если, а там в этой концепции говорится и проблемы переводческой школы, и родного материнского языка, и многие-многие вопросы, вот если действительно точно так же, вопреки всему и вся, вы будете реализовывать эту стратегию, а поверьте мне, не так-то просто, за 20 лет такой документ вышел, я думаю, это будет большое будущее. Ну и по тюркской традиции у каждого народа есть свой национальный костюм и свой головной убор. Ну так, я очень рада, что вот такой головной убор, он в какой-то степени отражает тюркскую культуру, потому что у казаков есть несколько иной головной убор. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА УК РАДЕРЬ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Казахская народная песня «Егажирин» — это песня о любви, о любви молодых людей, которые в воле степи с судьбой была расстаться. Песня великолепная, распевная. В этой песне можно узнать, услышать душу казахского народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чеченские кумыки. Кумык родился в Чечне, в Ураган, в Рагуны, старинное село. Там у вас начиналось, как раз находился вдали, для меня было это очень актуально, там как раз начиналось вдали, в далеком, как там, розовое солнце, которое там вроде накрывает, что-то видно большое, непонятное, мы писали, что то ли это синий лес, то ли это облако застывшее, вы говорите, нет ли это одно и другое. И это шофер в этот момент перебивает, говорит, яхсай. И в этот момент у вас отражало внутри что-то, это было очень понятно для другого, другого человека. Этим самым вы поставили точку, кто вы, откуда. И дальше идет как раз поясование о том, что вы услышали голос крови, что было очень понятно и очень важно для нас, что вы услышали, иначе невозможно было бы вот это все написать, весь этот труд. И эту работу мне очень было приятно дал один туркмен, потому что нашли, видимо я всех замучил кумыками, в тот период не было литературы, я читал Ковалевского, история зарплата Кавказа, завоевания Кавказа России, или там Потта. Все, что было, писалось, мы читали, искали кумыскую историю, были там где-то схемы, были карты, ради этого я, например, отдавал всю зарплату, чтобы купить. Потом вот появились вы, благодаря Всевышнему, и все, что вы писали, конечно, мы читали, и очень благодарны вам за это. Вы открыли перед другими народами и кумыков, потому что история была запутана. Если читать Толстого, читать Дюму Старшего, всегда вот собирать название татар, не обиду никому, и кумыков всех вот вы собирали, говорили, звучит татарская речь, когда четко была видна интонация, это кумыковская речь. И как в Турции нас называют черкезами, все равно вы открыли кумыков. Для нас было и важно, потому что в Чечне до сих пор даже вот ныне молодое правительство, несмотря на то, что они многого, может, не знают, с почтением относятся кумыкам. В прошлом году, когда я был там по своей работе, мне рассказал заместитель имама, что в одном из совещаний Кабинета Министров сам президент, обращаясь к муфтиям, сказал, «Учите кумыский язык, это богатый язык, это язык вашего устаза, вы должны это знать, чтобы попасть в рай». Поэтому то, что вы сделали более чем, я думаю, всем понятно, огромное за это вам спасибо, благодарность. И сегодня пришли со мной поддержать вас, поздравить кумыки Сандрая Ула, Хасай Юрта, Башлы, многие зрители наши, которые с удовольствием поздравят вас. Я хотел бы сказать напустимые слова. Но остальные скромные кумыки с себя там еще есть. У нас, у Майкова, во всяком случае, про мунафы было так, когда мы уезжали в Даль, учиться, я тоже уезжал, старшее поколение всегда напустили, говорили, «Аллах Мурадан Айд Штир Сын». Мурад, ваше имя очень символично, это слово охватывает все. Поэтому я хотел бы закончить, сказать, «Мурад, Аллах Мурадан Айд Штир Сын», «Аллах Сау Бомберс». А сейчас мы приглашаем молодую певицу Жукру Кабашдокову. Она исполняет родную кавказскую, кавказскую песню, кавказскую, 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 ай-джаяк. В переводе означает… В переводе «Луналикая». А, «Луналикая». Ай-джаяк-кал, ай-джау-лун, А-рю-джа-ра-шады-бой-ну-га, Кегир-чин-болу-бу-кал-сак, Сылай тутар еды койнунда. Көзлері кез жүр ойнайла, Сөзлері жүрек байлайла. Ой, анна-на-рю-бурму, А-ны-кал-лай көплесайлайла. Ақту яқа жүр берлікті, Аңна-келек-челек айтқанна, Жеті жәннет бош болсун, Ой, анны-арю-ну тапқанна. Ой, көкке бачқыт салғанды, Көкте бұл қланы чачарға. Аңна-эке қанат биткейет, Ай-жай-ақны алып қойарға. Жәштар алады өледі, Аңна-қай-найды сарыу. Ай-жай-ақны алып қачарға, Ой, джок ту ана-қану. Аңна-қай-найды сарыу. Аңна-қай-найды сарыу. Салам алейкум. Азіздослар де кунақлар, мәді өз адымнан, Москва-да yaşан Азербайcanlar адында, бүрекден sizin хамınızı тәбрік елерем. Азізді қардашын Мурат, сәні дә тәбрік елерем. Сәні кан салғар зұрғырам. Дараги друзей, әйгер, мәрі, сәні deinел әз адам әз әлді әз әз әлді әз 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 әйз әд әз 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 әді әбігігі әbі әді әді. Мурат Муэллим, ваше имя, вот только что москопаше сказал, это Мурат, значит это мечта. Я, мэн арзу велирэм, ки Мурадына чатасам, Мурадына етишасам. Аллах таял, сэнэ, омр версин, ки, бэлэ китаплардан, ирмисин, йох, ирмейдэ гэнэ язасам. Действительно, действительно, это огромнейший пруд. Вы знаете, когда Лермонтов, Михаил Юрьевич Лермонтов был на Сыкве на Гавказе, он был в Азербайджане тоже, он писал Раевскому следующее. Говорит, здесь татарский язык, как французский язык в Европе. Если кто знает татарский язык, можно здесь со всем общаться. Он, конечно, имел ввиду бредский язык. Тогда и азербайджанцы называли гавказскими татарами. Да, поздравляю вас. И свою последнюю книжку, которая вышла на русском языке в Москве, я хочу подарить вам. Когда у вас, у вас, вы хотели отдыхать, прочтете в один день одно стихотворение. Я думаю, что отдых будет успешным. Спасибо. Я хочу сказать, вот когда был суверитет Татарстана, вот мы боремся суверитетом Татарстана, именно наши азербайджанские братья впервые напечатали в своей газете наше обращение в поддержку референдума, который был в Татарстане. Это не единственное. Да. Татарстане организации отказали. С Мурададжи мы давно друзья знакомы. Я горжусь. Почти около 15 лет. Ну как сказать, есть разные определенные истории среди ученых. Ну по-моему, история это память человечества и ход осознания человека самого себя. А этот ход, эта история, эта память нам передает естественную историю. В том числе, даже больше, нашей родной Мурададжи. Я когда его не знал и кто там, слышал о нем, мечтал у меня с ним познакомиться. И случилось это. Я когда работал в российской газете, в журнале я ушел тогда. И я счастлив, что тогда, какие трудные дни были творчества Мурададжи, я как смог, я помог. Я опубликовал, невзирая всякие критики на моем месте, я опубликовал несколько интервью с Мурададжи тогда. И даже, я пока не это не сказал, из-за этого я пострадал. Меня уволили из редакции даже. Я тебе, Мурададжи, не сказал, что мне расстраиваться. Ну, наконец, вот статья здесь. От Алтая до Диши и Крича. Вот как раз с ним бесел у нас, вот этот журнал. А потом они меня не опубликовали. Я поругался и ушел, вот. И меня уволили. А потом я эту статью вот опубликовал в всероссийском журнале, медиафоруме. Мурададжи, я стал власти с Мурададжи. И потом я работал в Азербайджанской газете, в всероссийской газете. Там, там, по празднику, поздравлениям, я включил, это всегда Мурададжи. Первые вообще его поздравления. И мне очень приятно, что Мурададжи воспевает в своей книге «Азербайджанский углам». У меня нет хороших голосов, музыкальных, брат, мадам. Я пел бы, но умею, но я думаю, самодеятельность это нет. Во всех книгах, брат, мадам, это воспевает в азербайджанский углам. У него особое отношение к азербайджанскому народу, я понимаю. Он много делал для азербайджана, которые азербайджанские ученые не смогли делать. Это в последнее время его книги. Я это очень признаю и хочу поднести этому всему народу. Вот. И, как сказать, еще Мурададжи творчество чем силы? Он объединяет. В отличие от многих политиков, как я встал в своей книге, когда интервью сделал, я работал в историческом музее, а там есть экспонаты, половец, многие все видели там, половец и поля, как называется, уголовка. И там тюркские лица, а азербайджанские имена там, эти памятные. Я сказал, что в отличие от многих политиков, мы очень хорошо понимаем друг друга. Я часто с вами разговариваю. Вот. Здесь озвучали многие там, вот, опедимения, разные речи. Да, действительно, это единая страна, единое пространство. И так, в России единая страна, единый народ. Это действительно так. Это предчестленники здесь сказали. Один из основоположных евразийства, князь Трубецкой, князь, вот как раз в этой беседе я привел его с албатом. Мы, русские, должны, мы, русские, как гордимся своим славянским корням, и также должны гордиться тюрским корням. Это слова князя Трубецкого. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, младший, значит, объединяет. Он не только России, объединяет все евразийские народы. Он как святилище собирает вокруг себя. Это очень приятно познать. Вот. Он, последняя его книга «Кавказский албаник», разорвенный междунациональным расчетом, народы, которые все обычаи одинаковые, все вообще там, музыка одинаковая, там все. Мурададжи хочет собирать их. Мурададжи хочет, откуда именно Аршака произошло, Армянск, именно. Откуда там Саак, который, они говорят, Арца, откуда слово Арца? Мурададжи все это изучают, исследуют, нам преподнесет, что люди, вы все одинаковые, вы дети Божьи, люди. Вот, в разное. Я хочу вам сказать, пусть вас хранит Бордачина. Я, это всеобщий, это все тюркский народ, Олзбурдж. И вам еще скажу, да, здравствует Аркенаком. И всегда он, Аркенаком, будет вас любить, уважать. И я уверен, что мы, может меня тогда не будет, в этом зале будет проведена ваша творческая деятельность в столетии. АПЛОДИСМЕНТЫ Воздравляю, Аркенаком. АПЛОДИСМЕНТЫ Воздравляю. А человек, вас любит. Воздравляю. Приветствия, конечно, мы, татары, не можем остаться достойным ответом. Вот у нас есть специальный гость. Прошу вас. Дорогие друзья, Тимур Абдикеев, солист Мариинского театра, заслуженный пока артист Татарстана. АПЛОДИСМЕНТЫ Уроженец города Баку. До сих пор дожданин Азербайджана. И очень, я извиняюсь, что я так увидел, потому что я совершенно был не готов к сегодняшней встрече. И просто вчера случайно на вечере я увидел объявление о том, что будет сегодня встреча. Я пригласил сюда маму, моих родственников и моих друзей. Я хочу сказать, что, признаться вам, что я никогда не читал произведение Мурада Аджи. Но в 90-х годах, когда он приезжал в Баку, мой отец, доктор науксосологии, ведущий социолог Азербайджана, пришел, вернулся с работы и рассказал о встрече с ним. И я навсегда запомнил название этой книги «Полынь Половецкого поля». Что-то далекое и очень близкое, что-то родное было в этом названии. И я надеюсь, что предоставится возможность мне прочесть эту книгу. Уважаемый Мурат Искандерович, для вас, для наших всех гостей, хочу исполнить произведение татарского композитора Рустама Яхина «Киэ Козла. Дикие гуси». Дикие гуси улетают в далекие края, а мы, старые друзья, встретились вместе, чтобы вспомнить прекрасные дни нашей юности. Вернутся весной гуси, но дни нашей юности не вернутся к нам никогда. Улетят вновь осенью гуси в дальние края, но память о прекрасных днях, проведенных вместе, останется с нами навсегда. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Звучит музыка. 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 Звучит музыка.